Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Витальевна Стрипухина. Я психолог Академического Центра Психологической Помощи Русской Христианской Гуманитарной Академии имени Фёдора Михайловича Достоевского. Сегодня мы с вами поговорим о том, как помочь себе во время сдачи зачетов и экзаменов. Безусловно, время сессии – это стрессовая ситуация, когда максимально активизируются различные ресурсы человека, и вы можете заметить, что порой работаете на пределе своих возможностей. Для того, чтобы справляться с нагрузками и использовать стресс себе на пользу, можно следовать простым, но достаточно эффективным рекомендациям. Для начала попробуйте честно посмотреть на весь объем своей нагрузки, расставить приоритеты и по возможности исключить те дела, от которых можно на время отказаться. Далее обратите внимание на свои базовые потребности. Высыпаетесь ли вы? Что вам действительно нужно для того, чтобы выспаться? Это не только время отхода ко сну и его продолжительность. На качество сна влияют самые разные факторы. Это уровень шума и освещения, температура в помещении, удобство кровати, постельное белье и даже то, в чем вы спите. Как вы питаетесь? Стрессовая ситуация для многих повод к нарушениям пищевого режима. Кто-то заедает стресс, у кого-то, наоборот, аппетит отсутствует. Посмотрите, пожалуйста, как это у вас. Конечно, оптимально сбалансировано здоровое питание, но хотя бы один горящий прием пищи в день, безусловно, необходим. Умеренная физическая активность в этот период также будет способствовать улучшению вашего самочувствия. Например, вы можете подняться по лестнице вместо того, чтобы ехать на лифте или пройти одну-две остановки. Это, в общем-то, посильная нагрузка. Изнуряющие длительные тренировки в это время лучше исключить. Найдите для себя возможность разрядки от реагирования сложных чувств, которые могут быть характерны для данного периода. Вы можете делать это со специалистом, например, с психологом или с психотерапевтом, но на самом деле это может быть ваш друг или товарищ по учебной группе, с которым можно просто поговорить, кто может вас выслушать без критики и поддержать. Есть такой вариант эмоциональной разрядки. Это качественно истерить в течение достаточно короткого времени, 8-10 минут, когда вы можете выложиться по полной программе. Вы можете, например, заламывать руки, рыдать, кричать, может быть, даже кататься по полу или по кровати до наступления опустошения, вот прямо по-настоящему, пока вам искренне не захочется это прекратить. Конечно, здесь важны условия безопасности. Либо вы можете остаться один, либо вы можете быть с человеком, которому вы максимально доверяете. Вы можете тренировать специальные техники заземления, расслабления, саморегуляции для того, снять эмоциональное напряжение, для того, чтобы вернуться к реальности и почувствовать себя в безопасности. В сложные моменты вы сможете воспользоваться этим навыком. Во-первых, обсудим навыки саморегуляции. Для этого можно воспользоваться записями каких-то сеансов, подобрав для себя любой подходящий вам вариант. Далее, дыхание. Дыхание – это простой и всегда доступный способ успокоиться, прийти в себя и сосредоточиться. Иногда достаточно просто обратить внимание на свое дыхание, ничего специально не предпринимая, не делая. Вы просто обращаете внимание на то, как вы дышите в течение достаточно короткого времени, достаточно одной минуты для того, чтобы восстановить дыхание, прийти в себя и успокоиться. Но также есть специальные дыхательные техники. Например, можно специально постараться замедлить ритм дыхания, даже если кажется, что наоборот, надо его ускорить. Можно дышать менее глубоко и стараться контролировать вдох и выдох. Можно считать, например, вдохи и выдохи, сколько вы сделали их за минуту. Можно дышать по специальной схеме. На четыре счета вы делаете вдох, потом на четыре счета вы делаете задержку дыхания, далее на шесть счетов вы делаете выдох и на четыре счета снова задержка дыхания. В общем-то, достаточно всего 5-7 вдохов, выдохов, чтобы почувствовать эффект. Это позволяет уменьшить гипервентиляцию и опять же успокоиться. Также можно медленно вдыхать носом и выдыхать ртом, так как будто вы собираетесь свистеть или дуть. Достаточно проделать это 10-15 раз. Следующее, на что можно обратить внимание, это техники заземления или опорная поза. Поставьте обе ноги на пол всей ступней или встаньте и почувствуйте, насколько вы устойчивы в пространстве. Пройдитесь внутренним сканером по телу, отмечая все ощущения. Постарайтесь почувствовать каждый участок тела, руки, ноги, ощущения в спине, во голове, да, вот либо сверху вниз, либо снизу вверх, так как вам удобно. Выполняйте это упражнение в спокойном темпе, достаточным для того, чтобы восстановить контакт со своим телом и почувствовать опору. Следующая техника, проговорите вслух или про себя свое имя. Назовите пять предметов, которые вы видите вокруг себя. Можно по цветам, например, пять красных предметов или пять белых или любого цвета, который вам захочется. Четыре предмета, которые вы можете потрогать, например, одежда на вас, поверхность стола, монета, ручка, листок бумаги и так далее. Три источника звука, например, шум машин, голоса ваших коллег, пение птиц, чей-то шепот и так далее. Два источника запаха, например, запах духов, еды, одежды, пота и так далее. И одну вещь, которую вы можете попробовать, например, это вода, чай или кофе, жвачка, леденец и так далее. Следующая техника – это принудительное включение когнитивных зон мозга. Когнитивные эмоциональные сферы как бы конкурируют между собой. Если человека захлестывают эмоции, его думающая часть мозга отключается и наоборот. Поэтому в сложной ситуации необходимо восстановить баланс между ними. Включить мышление можно математическими вычислениями. Самое простое – прибавлять по 7. Например, 0 плюс 7 равно 7, 7 плюс 7 равно 14, 14 плюс 7 равно 21 и так далее. Также можно оглядеться вокруг и назвать 5 предметов какого-либо цвета, например, синего или, опять же, белого, какой вам захочется. Можно назвать 5 тупых уклов, можно составлять описание окружающего вас пространства так, как будто вы пишете протоколы осмотра места происшествия и так далее. Следующее, что можно использовать – это ритм. Например, постукивание себя пальцами по ключицам с руками крест-накрест. Вот таким вот образом, опять же, в том ритме, в котором вам захочется. Но желательно, чтобы это был достаточно спокойный, умеренный ритм. Также можно обнять себя, обхватив вот так крест-накрест руками и вот так вот немножко покачаться, как бы укачивая. Такие простые техники тоже помогают успокоиться прямо в моменте и как бы восстановить связь с реальностью. Также, если позволяет пространство и ситуация, можно выполнить несколько интенсивных физических упражнений. Например, помахать руками, если позволяет, опять же, ситуация, можно пробежаться или попрыгать на месте, поприседать. Все это тоже дает возможность взрасходовать много сил и устать. И какой эффект здесь нужно достигнуть. Желательно, чтобы вы сильно устали. Можно поотжиматься, можно побить подушку. Так, чтобы вы на 3-4 минуты полностью потеряли дыхание. Это также дает возможность переключиться и, опять же, восстановить связь с реальностью. Также многим людям помогает какая-то водная процедура, применять душ или горячую ванну. В общем, пробуйте и ищите те способы, которые будут работать для вас наиболее эффективно. Это можно определить только опытным путем. Кому-то помогает одно, а кому-то совершенно другое. И на что еще хочется обратить внимание? На то, что знать эти рекомендации и реальных их попробовать выполнять, это совсем разные вещи. Поэтому предлагаю вам пробовать. Также мы приглашаем вас в Академический центр психологической помощи на индивидуальные консультации и на группы поддержки. И я уверена, что каждый из вас сможет справиться с поставленными задачами. Ведь время сессии — это время, когда вы можете актуализировать полученные знания. Те знания, которые вы получили во время текущего семестра и раньше. Это время, когда вы можете проявить себя с лучшей стороны. Мы желаем вам ущебных и творческих успехов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова